В Черногорском парке с зажигательной музыкой и десятки молодых танцоров на сцене «Дэнс-марафон» в рамках молодежного проекта «Здравствуй» устроили несколько коллективов города. На деле они решили показать, как это здорово не курить, ведь чтобы двигаться столько времени и в таком темпе, нужны чистые легкие. А в это время врачи Республиканского центра медицинской профилактики проводили экспресс-обследование всех желающих, чтобы прямо на месте курильщик увидел, насколько его показатели отличны от здорового человека. Желающим отказаться от вредной привычки прямо на месте давались рекомендации, как это сделать. Те, кто хотят отказаться от курения, они могут прийти после всего обследования еще побеседовать с доктором, который делает заключение на эту тему, и может побеседовать с психологом. У нас есть программа по отказу от курения, именно совместная работа и терапевта, и психолога. Любую вредную привычку можно преодолеть, если у человека есть желание. То есть, когда человек хочет от чего-то отказаться, он может отказаться. Если ему необходима помощь, эта помощь ему будет оказана. 40% населения России сегодня курит. Врачи отмечают, после проведения подобных акций, количество обратившихся к ним за помощью в отказе от вредной привычки становится на порядок больше. Правда, ненадолго. Буквально через 2-3 недели цифры вновь выравниваются. Поэтому разовых мероприятий, направленных на искоренение этой вредной привычки у уже курящих, недостаточно. Куда важнее сделать так, чтобы молодые люди и не хотели приобщаться к сигарете. И здесь уже есть, пусть и небольшие, но победы. Здоровье, оно же одно у нас. Надо беречь. Сейчас мода немножко на другое. Кули сейчас просто не модно. Вообще не модно. А мы в тренде. Сейчас в моде здоровый образ жизни. Сейчас в моде значки. Тем не менее, статистика показывает, две трети курящих людей не придают значение тому, какой вред они наносят своему организму. А ведь по данным Всемирной организации здравоохранения, каждая десятая в мире смерть от табакокурения или его последствий. Врачи признают, бросить курить нелегко и готовы прийти на помощь любому решившемуся. Наталья Чудина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.